На слайде представлена динамка первые выявленных случаев злокачественного образования и доля больных с онкологической патологией за последние 10 лет в Республике Узбекистан. По графике отмечается рост первые выявленных случаев рака с небольших спадов в 2020 году, связанных с карантинным ограничением. При этом абсолютный рост первые выявленных случаев злокачественного образования за 10 лет в период составил 14%, а прирост онкологической патологии составил 49%. Если странно-динамическим населением мужчин страдает раком мочевого пузыря, с годами числа первые выявленных случаев рака мочевого пузыря неуклонно увеличивается. Практики стектомии впервые были использованы Феодором в 1921 году и выполнены преимущественно трансабдоминально. В 1995 году Санчес впервые выполнил лапароскопистический стектомия с созданием кишечного резервуара при помощи мини-лапаротомии. Мышно-инвазивная форма является наиболее агрессивной и влияет на клинические картины развития опыла процесса и определяет выбор оптимального метода лечения. Во многих западных странах радикальная стектомия с тазовой лимфодиктомией считается стандартным методом лечения при местно распространенных инвазивным раком мочевого пузыря. Необходимость выполнения лимфодисекции при раком мочевого пузыря. В очередной ежегодной лекционной программе в 2017 году в беседах с резидентами студии отметили, что тазовая диссекция лимфодисекции при раком мочевого пузыря необходимо выполнять достаточно высоко, настолько высоко, насколько это возможно. Анатомический аспект лимфодисекции мочевого пузыря имеется на три уровня. Мы сказали, стандартные, расширенные, суперрасширенные. Существует много различных исследований, которые подтверждают, что этапы лимфодисекции приятны в лечении рака мочевого пузыря. Результат этого метанализа подтверждает благоприятную прогностическую ценность расширенной тазовой диссекции для долгосрочной выживаемости пациентов с раком мочевого пузыря. Аналогичным образом, краткосрочная выживаемость и частота послеоперационных осложнений указывают на безопасность расширенной тазовой диссекции. Это достаточно новое исследование влияния диссекции лимфодисекции на выживаемость пациентов. По результатам многоцентрового исследования 3340 пациентов, у которых выполнено 20% радикальной стектами, 80% с диссекцией. При этом общая выживаемость в первой группе составляет 36%, во второй группе 45%. 5-летняя выживаемость без прогрессирования 54%, при радикальной стектами против 65%, радикальная стектами с лимфодисекцией. Под руководством профессора Мирзанин Матилла Шайхос, 2016 по 2017, Центр онкологии в Бухарском филиале, выполнено экстрапритальная стектамия 90% больных. Общее количество больных 90%, из них 86% больных мужчин и 4% женщин. Количество больных от стадии заболевания 1-я, 2-я стадия 39% больных, 3-я стадия 41%, 4-я стадия 10% больных. Распределение больных по локализациям. Днем мочевого пузыря 6, шейка мочевого пузыря обнаружена 6% больных, задняя стенка обнаружена 14%, правая боковая стенка 15%, левая боковая стенка 18%, мультифокальный обход 31%. Примеры из практики. Пациентка 71 лет из анамнеза, операция произведена в 2015 году электрорезекция мочевого пузыря. В последующем он получал 6 курсов полихемотерапии и через 3 года рецидив о поле. Произведена МРТ малого таза, экскреторная урография и волном сделана операция экстрапритональная стектамия. При этом проводится разрез от пупка до симфаза, брушная полость не вскрывается. Посредние линии под пупком разрезают поперечные фазы и проводят ревизию брущины. Если нет прорастания или инвазии об брущине, то пумпнем отсепаривают от мочевого пузыря. При этом дополнительно исследуется перитониальное пространство. С определенными сложностями можно столкнуться при отделении брущины от задней верхней поверхности пузыря. В ранее проверенных исследований показано очень низкая вероятность вовлечения брущины при опухолых мочевых пузырях. Возможное применение экстрапритонального доступа может оказаться онкологически неоправданным при стадии Т3. С другой стороны, выделение задней верхней поверхности пузыря обычно выполняется на заключительном этапе мобилизации. И при плотной адгезии этот фрагмент брущины может быть удален вместо мочевого пузыря. Этапы лимфодисекции. Уретриакутанистамия в настоящее время редко используется для отведения мочи. Этот способ может оказаться рациональным для пациентов с плохим прогнозом, тяжелым сопутствующим заболеванием или большим риском использования сегмента кишки. Макропрепарат, протеальный канцер G3, но это аналогичный болной. Этапы внутрившней мобилизации мочевого пузыря. Этапы подвздошной аббуратурной лимфодисекции с обоих сторон. В большой половине случаев встречаются запущенные процессы с полным поражением мочевого пузыря. Гистологический вариант из локации опыла мочевого пузыря. 90% это уротелиальный канцер, около 8% одинокартизномат, 2-2% плоскоклеточный канцер. Гистологический дифференциация опыла мочевого пузыря. Значит, G1. Осложнение наблюдений у пациентов. Тягивание УКС в животе у четырех больных, кровотечение было двоих, вторичное заживление ранее одного больного, острые восходящие инфекции Дестеро, локальное геносептическое осложнение двоих, тела четырех больных. В заключении ухода нашего динамического наблюдения установлено, что осложнение у больных перенесей в унтруброченной стектомии встречалось несколько раз реже по сравнению со стандартной стектомией. Если до операции у больного выявлено осложнение, связанное с уротрогидронефрозом, пианефрозом или нарушением функции почек, и больного не представляет возможности пластики кишечника. С решением вывода УКС стектомия селезобрана выполнена экстраперитониально с целью снижения количества осложнений. Экстраперитониальная радикальная стектомия воспроизводима минимально инвазивным методом оперативного лечения рака мочевого пузыря, который имеет преимущество в отношении послеоперационного восстановления у пациентов с тяжелым сопутствующим заболеванием. Использование экстраперитонного доступа может быть рациональной альтернативой для выполнения спасительных сисперосатектами у мужчин. Необходимо больше числа наблюдений для определения места метода в оперативном лечении инвазивного рака мочевого пузыря. Спасибо за внимание. Спасибо большое.